После годовщины убийства Немцова снова ощутил всю мерзость подлого преступления. Ну вот это, кстати, посмотрите как. В стране, где убили Немцова, и все все понимают, знают, что к чему, здесь говорят про победу над нацизмом, над Гитлером, над это самое, и запрещают говорить о преступлениях Сталина, то есть Рябова. Мало как он себя там Сталин, Рябой, Джугашвили, хватит с него. А как убили? И кто убил? Михоэлса, допустим, и не только, если посчитать, то посмотреть, а миллионы. Конечно, это надо запретить думать, запретить говорить, потому что, понимаете, система-то она, этот монстр, этот зверь, эта гниль, она вот как была, так и есть. Это же катастрофа, потому что не провели Нюрнберг над преступлениями Совка, а нужно было провести. Вот так вот. Но, вы понимаете, ко всему даже к самой страшной трагедии, я считаю, надо вместе с тем относиться и светски, даже с юмором, почему же, иначе вообще не жить, просто вообще-то выжить невозможно. Просто даже выжить невозможно. Народ как-то должен уже себя зауважать. Сколько же можно унижать? Да, так извините, ты не дочитал вопрос или как? Да, там еще продолжение. Евгений, как повернулась бы история России, если бы он, а не Путин, стал бы президентом? Видите, Немцов не стал президентом, потому что он сам упустил очень много возможностей. Он очень, понимаете, он был хороший парень, высокий, симпатичный, такой, ну, просто хороший парень. И, видимо, неплохо жил. И вообще, понимаешь, в нем не было комплексов, и его ничто не толкало других расталкивать локтями. А ведь он был одно время очень близок к Ельцину, и у него были таланты, возможности, харизма. Он мог бы в конце 90-х так растолкать локтями, на кого-то собрать компромат, где-то подлость, и действительно стать преемником и так далее. Но, видите, он другой человек. Вот он хороший парень, ему это не свойственно. Если бы, то есть не стал и не мог бы стать, да? Если бы стал, вот так решили, да? Вопрос технический такой, технический. Ну, конечно, посмотрите, в 90-е годы Россия умудрилась полно вообще из дерьма выбраться, из совка, где все полная нищета. Не умели ни с чем, не было ни ресторанов нормальных, ни налогов, ни машин. Все. Одели, обули машины, быдлу дали нормальные западные машины. Открыли рестораны высочайшего уровня. Там, где вообще ничего не было, понимаете? На голом месте научили. Приехали западные ребята, всему научили, да? И все было хорошо. И поступательно бы. Если бы это поступательно, мы бы сейчас уже жили при коммунизме, как раньше говорили, да? Мы бы сейчас уже жили действительно, ну, очень неплохо, учитывая, что Запад реально болеет левачеством и живет хуже. А у нас эти годы были шальные нефтяные деньги. Если бы их... Я не скажу, что вот не разворовать. Это, конечно, мы не рассматриваем. Надо бы тоже... Но, ну, хотя бы не так. И хотя бы какую-то часть на... Не на маразм, не на архаику, не на поповщину, а на дело. Чтобы не все вывести, а часть оставить. И не все в попов, чтобы, так сказать, вот там... Ну, как бы вот так, да? Уже было бы вот очень здорово. Ну, очень здорово. Ну, было бы. Но вчера. Ну, очень здорово. Но вчера. Но было бы. А сегодня очень плохо, но сегодня. Вот. Но потрясающе. Вечные раки, крабы. Вечные, так сказать, эти шутки Жванецкого. Вот, к сожалению. Да. Дальше. Да. Я Немцовый, я с ним не дружил и не общался много, но я немножко с ним общался. И он был хороший, но недальновидный, и он не был закален, вы понимаете? Он же... И тогда мне фразу... Он был в бешеном восторге от моей статьи, вот этой знаменитой «Москва, Третий рейх» в «Коммерсанте». Но сказал, что статья дословно... Вот, видите, вот логика, да? Он же вообще... Он даже вообще по образованию очень хороший, кандидат в науку и так далее. Но вот статья гениальная, то есть все правильно, гениально. Но так не будет. Ну, или туда, или сюда. То есть он не понял, что я был прав. То есть он сказал, что это вот прямо это самое... Ну как, надо же или снять, либо надеть. Дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!